Куда выселять злостных неплательщиков? Резонансный закон о лишении должников единственного жилья еще даже не поступил на рассмотрение в Думу, но петербургские чиновники уже обсуждают, как его исполнять. Инициатива Минюста, которая сейчас активно обсуждается, стала поводом для встречи госслужащих, общественников и журналистов. Представитель жилищного комитета Наталья Литенко напомнила, петербуржцы задолжали управляющим компаниям 8 миллиардов 734 миллиона рублей. Пока сложно сказать, сколько горожан могут остаться без жилья, если закон вступит в силу, но власти уже обеспокоены вопросом, куда выселять. Конечно, в районах отсутствует та жилищная жилая площадь, на которую можно выселить неплательщиков, поэтому проблема именно с выселением – это самая острая проблема, не говоря о том, что если в квартиры прописаны несовершеннолетние дети, то там эта квартира тоже не имеет права выселиться граждане. Напомним, с инициативой лишать должников единственного жилья Министерство юстиции выступило всего несколько недель назад, но положения законопроекта уже достаточно конкретно разъяснены. Изымать единственное жилье предлагают, если по площади оно как минимум вдвое превышает социальную норму региона, а общий объем долгов – больше 5% от стоимости недвижимости. А в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека уже высказались о необходимости обкатки закона в пилотном регионе.